За рулём кабриолета, я врубаю летово, И пускай уже не лето, мне всё фиолетово. Видите, какая у нас погодка мерзопакостная? Всё, лето кончилось, началась опять зима, весна, осень. Короче, непонятно, какая погода. Ну, короче, пивуня из меня ещё та. Ну, а солнышко встаёт. Я сегодня с самого утра намылилась в Азбест. Хотела убить два зайца на этой неделе, забрать арку. По СДЭКу должна она была прийти. Забрать арку должна была и сразу заехать по паспорту. Но, как всегда же у нас всё шиворот на выворот. Ни хера ничего не получается, как я хочу. Вчера посмотрела трек-лист. По трек-листу там вообще без бутылки не разобраться. Арка идёт из Миаса в Екатеринбург. Потом отмечено, что она в Азбесте. И потом отмечено, что в Каменск-Уральском. И доставка стоит на 19-е число. Какой-то странный у неё трек-лист получился в этой арке. Зачем они её увезли в Каменск-Уральский, вот непонятно. Ну и доставка стоит на 19-е число. А 19-го мы уже туту. Ну, короче, как всегда у нас в Россиюшке полный триндец. Поэтому я сейчас еду в Азбест. По-быстренькому делаю дела с паспортом. Если у меня, конечно, всё получится. Всё. Может, заскочу в магазинчик. Может, не заскочу в магазинчик. Вот. Ну и надо работать. Юрий Анатольевич у меня какой-то не в настроении. Какой-то, блин, подозрительный. Не в духе. Что-то злой, как собака. Я уже, блин, вчера у него спрашивала. Что, может, мы уже никуда не летим? Короче, не знаю. Что-то тут, блин. Что-то тут не то. Ну, поживём, увидим. В общем, поехали в Азбест. Субтитры подогнал «Симон»! Я добралась. Так, при чём тут судебные приставы? Непонятно. Так, у меня кабинет номер 4, домофон 38. Ну всё, пошли с Богом. Конечно же, я пошла не туда, как обычно. Я и думаю, при чём тут судебные приставы? Мне надо вот сюда. МВД России, отдел по вопросам миграции. Ну всё, дубль номер 2. Вот я зашла. Очень страшное помещение. Тут кабинетики такие. Ну ладно, всё, я пошла. Тут, наверное, снимать нельзя. Всё. Подала оставшиеся документы. Вот такое страшное здание. Прям вообще сарай-сарай. Тихий ужас. Смотрите, какие стены. Вот в таких условиях люди работают. Иммиграционная служба города Азбеста. В таком ужасе. Ну а меня повторно сфоткали. Зря я фоткалась, конечно, у нас. Ну и сказали, что неделю через полторы паспорт мой будет готов. Как-то так. Ну а я, наверное, заеду ещё сейчас в небо, в наш торговый центр. Забежим с вами в Глориу Джинс. Посмотрим, что там даёт. Погодка вроде разошлась. Но всё равно холодно. Ну вот, приехала к самому открытию. Машин ещё мало. Время 10 утра. Ну и сейчас прошмырнёмся, прошмагнёмся, прошвырнёмся мы с вами. Люди, видите, ещё ждут, когда запустят всех. все ждут. Приехала рана. Ни свет, ни заря. Ура! Пустили, пустили. Ой, какая фото-зона прикольная. Надо посмотреть. Прикольно сделано. Вот на выпускной, как вариант. Милое дело, фото-рамка получается. Надо будет тоже предлагать. Ну и вот Глориа Джинс. Посмотрим по-быстренькому. Ну и что я вижу? Вот джинсовочка за 3 тысячи. Неплохая такая. Футболочка за косарь. Вот цена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Круто. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мне сегодня надо было такую же надпись повесить на киоске. Когда будем, не знаем. Приходите завтра. Джинс погуляли с вами. Вот еще кари тут есть. Еще вот такой магазин. Но ходить некогда мне. Надо ехать на работу. Тоже работу работать. В общем, на выход. Воняет тут вообще капец. Резиной воняет. Так, выворачиваем. По магазину быстренько погуляли. И по-быстренькому едем домой. Телефон у меня шлепнулся. Быстрее беги, то задавлю. Ну, погодка вроде налаживается. Солнышко светит. Оно нифига не греет. Давай бегом, бегом, бегом. Покажу вам маленько азбест. Проедем по окочкам, которые зовутся лежачими полицейскими. Телефон у меня шлепнулся, как всегда. Нет у меня держателя для телефона. Некогда мне покупать его. Поэтому снимаю пустарным способом. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем пока-пока, спасибо за просмотр!